так друзья вот по вашим заявкам давайте рассмотрим что у нас происходит с полюс золотом так ну поскольку у нас золото растет она держится на достаточно высоких значениях это соответственно поддерживает котировки полюс золота однако вот здесь есть цель движение в районе 5000 120 5000 что то есть вот когда будет либо сильная корректировка на российском рынке либо золото начнет снижаться правда я думаю золото в ближайшем будущем маловероятно будет снижаться то есть она снижаться наверное будет после того как мировой финансовый кризис случится и отойдет вот до этого момента я думаю его будут держать вот на текущих значениях и может быть до двух двух с половиной тысяч долларов за он все так связи с этим ну смотрите от полюс золота сейчас достаточно сильно перекуплена соответственно тут возникает дилемма с одной стороны как бы актив которому она привязана стоит достаточно дорого с другой стороны сама компания уже стоит слишком дорого и вот исходя из таких значений ей бы все-таки скорректироваться вот сюда вот в район пять тысяч пять тысяч сто пять тысяч 150 но из-за того что золото держится на хаяк и скорее всего будет держаться высока вероятность того что и полюс золота соответственно будут удерживать вот в этом диапазоне давайте сейчас девочку мы поставим вот в этом проторгованном диапазоне соответственно здесь 6700 6700 7800 вот скорее всего пока золото на текущих значениях находится соответственно полюс золота тоже будут котировки где-то вот в этом диапазоне удерживаться так если мы анализируем что сейчас происходит с движением цены то у нас на текущий момент получается цена на акцию находится в восходящем канале и соответственно текущий момент при сохранении цены на золото наиболее вероятное движение это вдоль вот этого растущего канала соответственно ближайшая цель будет где-то в районе 8500 вот в этом диапазоне так но это если золото сейчас опять на 1600 1660 уйдет такая вероятность достаточно высокая что и поэтому скорее всего по полю золота мы тоже будем видеть восходящую динамику с учетом таких цен на золото и у нас работает уже с хорошим завером в какой-то такой план и так далее и вот этого будет очень спокойно и это динамику с учетом как раз уже все еще заслуждая но это идет вот и я но там вообще уже наличие и да и и у нас в принципе уже неت я пока будет большее всего 7500 рост сделает男ся на секунду и без золота то и он выводит в ваших логах и выводите его за привозить на себя через 7800 4 Liebe это вот если вы хотите сделать это полностью выводите из-заλιшим выводите то что выводите, что у нас все須ет это находится примерно Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... который находится в районе 6360 6300 вот здесь вот если не удерживается здесь то соответственно дальше движение в диапазон 5300 4150 вот сюда вот так но на текущий момент все-таки более вероятно движение вверх если будет пробить и вот этого уровня в результате отката то соответственно наиболее вероятный сценарий это отмена восходящего движения движение вниз если удерживается вот в этой проторгованной области но даже может вот сюда куда-то откатываться на 6936 тысяч 800 то скорее всего в результате роста золота будет и акция полюс золота расти но на самом деле вот будет если движение вверх то она должна пробить 7833 вот это значение на растущем объеме тогда наиболее вероятно будет движение на 8300 8500 это в том случае если золото уходит на 1600 3660 на текущий момент я считаю это достаточно вероятный сценарий по золоту то что золото она будет расти может быть она будет откатываться но не более чем до 1480 1490 вот и потом соответственно она будет назад уходить и я думаю эта ситуация она продолжится до того момента пока не произойдет ну какой-то коллапс финансовый кризис пока ситуация не стабилизируется не нормализуется после него вот до этого момента наиболее вероятный сценарий золото будет удерживаться на достаточно высоких значениях а уже потом соответственно когда пройдет вот это время она пойдет вниз и цель движения золота будет до 700 750 долларов за тройскую унцию вот ну и до этого момента пока золото держится на хаях скорее всего акции и поле золота и поле металла будут удерживать где-то в этом диапазоне и тренд по ним скорее всего будет растущей то есть эту поле золоту по моему там если по фибоначчи раскладку рисовать 8 300 8 500 цель движения соответственно к этой цели скорее всего поле золота и будут двигать но не надо забывать что акция это не только стоимость актива который производит компания но это еще и риски рынка соответственно если будет российский рынок обваливаться то соответственно вот эти акции они тоже скорее всего в той или иной степени разделят движение по российскому рынку но с другой стороны может быть и ситуация как 2008 году когда весь рынок рухнул поле золота тоже рухнула но следующий там к месяцев рынок продолжал падать а поле золота начало расти и условно тот момент исторических а и вот соответственно я думаю что возможно такой же сценарий даже если будет просадка по нашему рынку на золото устоит то с наиболее вероятно что акции этой компании и либо удержат вот в этом коридоре либо может быть куда-то выше и заведут на 8000 8300 8500 вот по крайней мере в кризис эта акция она достаточно хорошо может выглядеть вот но при условии того что цены на золото сохраняться на высоком уровне так вот девочки если посмотрим по дневкам здесь получается что сейчас она находится в проторговке и у этой проторговки есть соответственно поддержка которая находится 7240 7230 вот если это значение на растущем объеме не пробивается в ближайшее время то тогда движение поступательное вверх но сохранится и вполне возможно что в ближайшие уже недели или неделю мы увидим тестирование 7760 вот если она пробивает вот это значение в базримом будущем то скорее всего рост отложится уйдет от куда-то сюда вот в этот диапазон шесть тысяч девятьсот семь тысяч двадцать вот ну если будет пробитие 6720 то соответственно наиболее вероятный сценарий это уход в более нижнюю сферу сюда где проторговочка было и движение вниз это может быть в двух случаях первый случай это если пойдет корректирующие движение по золоту вниз я думаю что такой сценарий он сейчас его вероятность не очень большая и второй момент если разовется корректирующие движения вниз по российскому рынку в этой ситуации вполне может быть что сначала акция провалится вместе с рынком российским а потом на фоне высоких цен на золото она будет отскакивать и расти поэтому здесь возможны варианты вот резюмирую акция с одной стороны я думаю перекуплена с другой стороны пока высокие цены на золото сохраняются и цены на золото будут расти соответственно ее по чуть-чуть будут вытаскивать наверх сказать что не какой-то архи большой потенциал для роста думаю что у него такого потенциала нету вот поэтому на мой взгляд это актив который но наиболее интересен если только им торговать как-то интродейн или на несколько дней вот вот сейчас к примеру здесь рисуется картина что скорее всего будет движение либо на семь тысяч двести тридцать восемь и возможно коротенький укол на 7115 вот то есть мы может быть такая ситуация когда прольют и потом сразу цена вернется вот в этот диапазон ну или если смотреть часовик по часовику здесь получается локальный нисходящий канал но сейчас этот канал он пытается развернуть вот здесь есть ряд моментов первый момент пробития на растущих объемах 7300 здесь тогда цена скорее уйдет на 7 190 вот сюда вот в эту проторгованную область если же сейчас вот от этой нижней границы по и пойдет тестирование верхней границы канала и и пробой уровня 7430 7450 на растущем объеме то цель движения наиболее вероятность сценарий это 7520 вот сюда вот то есть принципе но акция так более или менее ходит в течение там нескольких дней то есть она интерес представляет и по-моему она более или менее ликвидна вот но с точки зрения ее там покупки инвестирования или удержания я думаю она не очень сейчас интересно потому что она на хаях и потом здесь но нету такой наверное сильной идеи на будущее как у того же там на рельского никеля на рельский никель тоже сейчас на хаях и перекуплен но там там есть по крайней мере идея что будет смена технологического уклада будет расти спрос здесь такой идеи нету здесь золото золото металл цикличный даже если сейчас золото цена на золото вырастет насколько ну ну может до двух тысяч но там если уж совсем трешак там где 500 но навряд ли золото будут разгонять там до трех до пяти до десяти тысяч как вот ходит такие слухи там рассказы о том что все там будет война золото пятьдесят тысяч долларов за трое скрунцы да не будет такого по одной простой причине потому что сейчас достаточно альтернатив для золота тот же bitcoin эфириум цифровое золото и соответственно пусть таких моментов их достаточно много потому что тоже крипто ее там не надо где-то держать прятать то есть вы можете просто код определенные запомнить и всегда как бы ваше накопление будут с вами вот поэтому с учетом текущих реалий золото я думаю возможность для роста какого-то феерического даже случае войны военных действий она очень сильно ограничена ну если трешак будет я думаю вряд ли больше двух с половиной тысяч она пойдет просто тут ну как бы если рассматривать сценарий с гиперинфляции когда доллар будет обесцениваться на десятки сотни процентов день тогда конечно можно любую цифру стоимость золота нарисовать но если рассматривать какой-то более или менее адекватный сценарий когда там идут страновые какие-то конфликты то это не превращается там в ядерную войну или какую-то глобальную войну всех против всех то в этой ситуации я думаю что по золоту здесь в общем то скорее всего ограничен потолок роста и это ограничение в районе двух двух с половиной тысяч и на это здесь есть просто объективные причины есть альтернативные активы в которые можно вкладывать тоже плате на тот же палладий который они еще представляет интерес точки зрения дальнейшего технологического развития да те же редкие земли там всякие ланта но и да и так далее другие металлы без которых сейчас современная промышленность она просто не сможет работать те же там мониторы электроника которая делается она очень широко используют редкоземельные металлы соответственно захвати месторождение захвати запасы и все то есть противник он останется без возможности воспроизводства да и потом сейчас такая глобализация что мировая война она просто немыслимо потому что многие вещи собирают в разных концах мира и потом это все объединяют конечно все в основном сейчас китае делается вот я клоню к тому что навряд ли будет очень большой взлет цен на золото то есть но если конечно трешак начнется там с ирана ну 2000 может быть где 500 но больше 2 500 я думаю маловероятно да даже более двух маловероятно вот и соответственно исходя из того что компания это стоит уже дорого я думаю не особо высокого потенциала для роста нет но может 8 500 если повезет потом до десятки ее разгонят но в принципе я думаю с учетом того что компания это еще производная на риске рынка существенный рост ее акций но он может быть но он не видится менее вероятно чем у ряда других компаний вот поэтому покупать в короткую имеется виду на краткосрочную перспективу например в ожидании допустим 7 800 или 8 500 со стопами я думаю это вполне целесообразно делать как какая-то долгосрочная инвестиция или сейф хэван я думаю эта компания не лучший вариант так друзья ну вот в общем то брат близнец это поле металл сейчас наверно даже это можно сказать в большей степени брат близнец чем был ранее потому что сейчас у полиметалла выросла доля золота добываемого в доходе выручки вот соответственно единственного поле металла здесь какой есть момент вот он все-таки здесь сейчас перекуплен он перекуплен и здесь для него бы сходить вот куда-то сюда например для разнообразия на 700 конечно с такими ценами на золото на серебро на 700 его навряд ли спустят если только какие-то корпоративные события начнут происходить с компанией тогда такой трэш вполне возможен но мы не будем сейчас на такой трэш закладывать особо хотя здесь в общем то такой канал очень презентативный сформировался вот и поэтому как бы хотя бы на 800 загнать его наверное бы смысла имело для того чтобы потом кому как минимум откупить подешевле так ну если рассматривать недельный график то что у нас здесь получается кто-то тогда паниковал я не помню кто говорю что там он там он обвалится но он ниже девятьсот двадцати девятьсот десяти так и не ушел насколько я помню то есть он оттолкнулся от этого сопротивления от сильного уровня и соответственно нашего расти просто при таких ценах на драк металлы компанию навряд ли уронят который их производит то есть если только там не знаю какой-то там мега раздел и мега корпоративный конфликт будет и то как показывает практика тут же дальневосточный морской порт несмотря там на конфликт на трэш ничего нормальном работает особо не падает так ну что у нас понедельному графику понедельному графику вот здесь вы пытались высаживать и увести его на 928 чтобы он здесь консолидировался и набрал порох но он сюда не пошел сейчас здесь вот такую формацию нарисовали округленную и разрешение вот этой формации она находится она находится где-то в районе 1100 то есть вполне возможно что сейчас на растущих ценах золото и серебра акции вот этой компании ведут куда тот в район 1100 то есть такой сценарий он сейчас видится достаточно вероятно но здесь есть ряд моментов вот смотрите вот эта свеча она конечно картину портит потому что на росте падающая свеча это конечно не очень хорошо и это говорит о том что может быть этот рост он не вполне настоящий тем более здесь идет снижение объема вот поэтому давайте сейчас мы посмотрим дневной график для того чтобы определиться так но дневной график у нас более убедителен дневной график говорит что все таки вот это падение оно было полностью выкуплено и полностью разбито и соответственно текущая конфигурация она такова что акция компании пробила сильный уровень 1020 1010 соответственно здесь закрепилась на растущих объемах и поэтому сейчас наиболее вероятный сценарий это во-первых отработка цели 1047 1050 вот здесь вот и потом если она закрепиться удержится здесь то тестирование вот этого перехая 1063 и потом возможен при росте цен на драг металл уход на 1150 или 1200 вполне как бы такой сценарий допускаю единственное что смущает это то что рост какой-то кисловатый идет на падающем объеме но с другой стороны как бы навряд ли эту компанию будут валить если растут золото и серебро скорее всего но даже если начнется массовый корректус и вам на нашем рынке но и может быть где-то в этом диапазоне погоняют там от 900 до 1000 вот потому что так прямо и и заваливать наверное смысла особого нет но опять же в том случае если будет обвал если будет обвалом я думаю все таки будет и что-то мне подсказывает что не будет здесь сценарий как 2008 году когда запад проседала мы успешно росли что тот подсказывает что ситуация будет несколько иной силу последних событий вот здесь если наш рынок насчет резко проседать или двигаться вниз то скорее всю эту компанию возможно даже тоже укатаю но если цена на металлы на золото на серебро будет высокая она после того как ее укатаются всем рынком будет моментально отскакивать и идти вот в эту проторгованную область выше 900 так но это если совсем адовый сценарий рассматривать ну и соответственно если золото серебро падает то тоже его на 700 на 600 погонят то есть золото на 1250 и серебро там где-то в районе десятки 12 долларов за тройскую унцию соответственно будут реакции этой компании просаживать я пока такой сценарий в ближайший год не рассматривал то есть я все-таки думаю что золото серебро она будет на достаточно высоких уровнях торговаться но опять же тут если я так считаю это не значит что она так будет тут ситуация может поменяться вот сейчас исходя из тех водных которые есть мое видение такое что золото серебро в течение ближайшего года будет ну скажем так не дешевле чем на текущих уровнях но может быть дешевле процентов там на несколько но в целом тренд либо сохранится растущий либо в пределах тех значений которые сейчас есть по крайней мере золото и серебро насчет плотиноидов там отдельный разговор будет они более динамично двигаются в силу различных причин так ну и что у нас здесь получается сейчас как бы идет рост вот он пробил и закрепился вот этот диапазон и соответственно движение на 1063 вот сюда вот 1500 47 1063 вот в целом акция достаточно интересная но от нее особо большого роста ждать уже наверное не стоит но для того чтобы какую-то даже спекулятивные прибыли от него получать я думаю на вполне конечно ликвидность не супер-пупер как у газпрома сбербанка но в целом она достаточно хорошо ходит и вроде бы торгуется не так уж совсем кисло вот поэтому да то есть она вот и вот здесь у него консолидационный диапазон отсюда сюда находит вот так что я думаю ближайшая цель движения это куда-то вот сюда а дальше посмотрим что будет происходить на рынке и с драгметаллами так друзья все спасибо за внимание я сейчас тестирую различные программы после того как моя ключевая программа слетела силу касачности разработчиком и невозможно восстановить вот поэтому если вам что-то не нравится звук там качество изображения еще что-то то и сразу пишите оперативно мне для того чтобы понять то есть какие есть недостатки их устранить или другой соц соответственно на вооружение брать всего наилучшего до свидания